С минуты молчания начался и домашний матч Автодора. В ледовом дворце спорта «Кристалл» баскетболисты и болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе. В минувшие выходные саратовский Автодор встретился с красноярским «Енисеем». Подробности матча у Анастасии Куклевой. С самого начала игра держала зрителей и команды в напряжении. В первых двух четвертых соперники шли практически вровень. Интригу матчу придавал и тот факт, что за «Енисея» на паркет вышел экс-капитан Автодора Алексеев Сдыхалкин, а за саратовскую команду – экс-Енисеевцы Евгений Колесников и Алексей Нестеров. Правда, уже на первой минуте Евгений Колесников получил повреждение колена и отправился на скамейку запасных. Как говорят комментаторы, игра изобиловала спортивными качелями. Это когда в счете вперед выходит то одна, то другая команда. По результатам первых двух четверти с разницей в 7 очков Автодор вышел вперед. Казалось бы, темп набран, но нет. Уже на 27-й минуте «Енисеев» выравнивает игру. Нервы зрителей на пределе. Людмила Михайловна – болельщик со стажем. На каждый матч женщина приходит вместе с сыном и внуком, чтобы поддержать черно-белых. Ошибки, как всегда, без ошибок нельзя. Ну, хорошо ребята, главное, трудятся, стараются. И желаем им удачи. В этом году, видите, команда сменилась. Ну, Шаппин хороший, Петерсон хороший. Все хорошие ребята. Удачи черно-белым болельщики желают неспроста. С красноярским «Енисеем» Автодор встречается уже в третий раз. В прошлом году на выезде черно-белые проиграли этой команде. Поэтому, объективно оценивая силы противника, задолго готовились к встрече. С середины августа автодорцы провели около 80 тренировок. В первую очередь, наверное, за счет самоотдачи все ребята предельно настраивались играть на максимум, отдаваться в каждом эпизоде. Учитывая, что «Енисе», наверное, сегодня имел преимущество под кольцом. У них более мощные центровые. И нужно было еще немножко где-то помогать. Но все ребята проделали хорошую работу, отдались по максимуму. И это вывелось от победы. Бороться буквально за каждый мяч игроки обеих команд продолжали до финального свистка. Решилось все на последних секундах. Финальное попадание Дениса Лукашева определило исход игры. 90-84 в пользу черно-белых. Я счастлив. Это была хорошая победа против команды, которая играла очень усердно. Да, мы могли бы лучше сыграть в защите. Особенно касается ситуации в концовке 24-секундного владения. Мы защищались практически все время, отведенное на атаку. Но нам нужно было защищаться еще на одну секунду больше, потому что несколько мячей они забили именно в концовке 24-секундного периода. Самым результативным по итогам игры стал американец Джефф Брукс. Он принес Автодору 21 очко. А следующий матч команды состоится уже 4 ноября. В рамках розыгрыша Кубка Европы черно-белые встретят греческий паок. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.